МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он признан лучшим пистолетом мира 20-го столетия. Его серийно выпускают более полувека. На его базе создано целое семейство разнообразных моделей. Знаменитый Макаров в фильме «Оружие». В предвоенные годы на вооружение Красной Армии был принят пистолет ТТ, тульский Токарев. Но поиск оптимальных решений по самозарядному пистолету не прекращался. В 1945 году был объявлен новый конкурс на разработку универсального пистолета, которым оснащались бы армия, милиция и органы госбезопасности. При разработке технического задания учитывался опыт боевого применения личного стрелкового оружия во время Великой Отечественной войны. Необходимо было создать образец повышенной меткости, небольшой массы и размеров, но при той же убойной силе. Свои образцы представили лучшие изобретатели, на счету которых имелось немало конструкций. Был среди участников конкурса и молодой тульский инженер Николай Макаров. Макаров Николай Федорович. Конструктор огнестрельного оружия, герой социалистического труда. Годы жизни 1914-1988. Родился в семье железнодорожного машиниста. В 1941 году окончил Тульский механический институт. В годы войны работал на оружейном заводе. Макаров впервые конструировал собственное оружие. В ходе работы он пришел к выводу. Для уменьшения габаритных размеров необходимо применить более короткий патрон, чем в пистолете ТТ. Чтобы не снизилось убойное действие пули, потребовалось увеличить калибр до 9 мм. В итоге длина пистолета сократилась на 35 мм по сравнению с ТТ. Помимо этого, Макаров ввел и другие новшества. Стремясь повысить точность, конструктор отказался от применения свободного ствола, энергия которого при откате приводила в действие автоматика. Он сделал ствол неподвижным, а вместо этого использовал энергию отдачи свободного затвора. Позаботился оружейник и о безопасности стрелка. На левой стороне затвора он расположил флажковый предохранитель, поворотом которого блокировался затвор совместно с ударно-спусковым механизмом. Зализанность внешних деталей придала пистолету удобную форму. Испытания образцов, среди которых были иностранные модели Вальтер, Беретта, Браунинг, проходили в очень жестких условиях. Оружие засыпали песком, окунали в болотную жижу, начисто смывали бензином смазку. Пистолеты помещали в специальные камеры, где перепад температур достигал 100 градусов по Цельсию, от минус 40 до плюс 60. При этом из оружия постоянно ввелся огонь. По условиям конкурса образец должен был выдержать 3000 выстрелов. К немалому удивлению членов Государственной комиссии, большинство представленных моделей эти испытания успешно прошли. По этой причине, кроме высоких боевых качеств, стала учитываться технологичность и дешевизна оружия в производстве. При создании своего образца Николай Макаров свел к минимуму число деталей, сделав их многофункциональными. Своеобразным рекордсменом в этом отношении стала боевая пружина, которая одновременно выполняет 7 функций. Процесс сборки и разборки оружия значительно упростился, а это имело очень важное значение для его успешной эксплуатации в полевых условиях. Инженерный талант Николая Макарова обеспечил ему победу в напряженном соревновании. По надежности, точности боя и практической скорострельности его образец превзошел ТТ. Государственная комиссия пришла к заключению, что наиболее простым в конструктивном и технологическом отношении, а также с точки зрения войсковой эксплуатации, является пистолет Макарова. Впоследствии сам конструктор писал. ПМ после всех мыторств оказался безотказным. Из него было сделано вдвое больше выстрелов, чем предполагалось. После тщательного сопоставления данных Государственная комиссия признала победителем конкурса этот образец. «День тот был для меня праздничным, а праздники в судьбе конструктора случаются нечасто». Успех молодого конструктора был безусловным, и это подтверждает тот факт, что вот уже много лет это оружие состояло на вооружении в армии. И у нас, и в армиях стран соцдемократии. Первую партию в 50 экземпляров этих пистолетов сделали в 1949 году. Статистика, в общем-то, производства не вилась, но было изготовлено около 5 миллионов экземпляров этого оружия. Это был очень простой, надежный пистолет, и обладающий высокими боевыми свойствами. В 1951 году новый образец личного огнестрельного оружия был официально принят на вооружение Советской Армии и правоохранительных органов. ПМ. Пистолет системы Макарова. Калибр 9 миллиметров. Масса со снаряженным магазином 800 граммов. Длина 16 сантиметров. Емкость магазина 8 патронов. Боевая скорострельность 30 выстрелов в минуту. Прицельная дальность 50 метров. Пистолет быстро прижился и приобрел популярность в войсках и милиции. Он оказался прост и удобен. Макаров очень редко отказывает при правильной эксплуатации. А если это и случится, его можно полностью разобрать без применения инструментов. Сегодня ПМ единственный в мире пистолет, который успешно проходит испытания в комбинированных условиях. Образец последовательно отстреливается в условиях запыления, повышенной влажности, с лишенными смазки деталями и снова в пыли. Как компактное средство самозащиты, ПМ находится в числе лучших мировых образцов. Создание пистолета стало наиболее значительным достижением Николая Макарова. В дальнейшем он занимался разработками ствольного авиационного оружия, управляемых противотанковых ракетных комплексов «Фагот» и «Конкурс». За вклад в укрепление обороноспособности страны ему присвоили звание Героя социалистического труда. Он был дважды лауреатом Государственной премии СССР. Уникальные характеристики пистолета Макарова сделали его достаточно гибким для дальнейших модернизаций. Был упрощен магазин. Изменены форма рамки и спусковой скобы. Обеспечено более удобное положение спускового крючка при выстреле. Существенно улучшилась технология его изготовления, что позволило значительно уменьшить объем механической обработки и ручных работ. Трудоемкость производства ПМ снизилась в 18 раз по сравнению с началом 50-х, когда появились первые серийные образцы. В три раза увеличился коэффициент использования металла. Живучесть пистолета возросла на 30%, а надежность и безотказность в 2,5 раза. Несмотря на его надежность, ему был присущ ряд недостатков, вообще присущим пистолетам такого малого класса. В первую очередь, это большое рассеивание пуль при стрельбе. Второй недостаток значительный – малая прицельная дальность – 25 метров. Кроме того, специфичными для ПМ недостатками в сравнении с современными пистолетами того же класса являются довольно существенная масса оружия и малая емкость магазина. В связи с этим, в начале 90-х годов прошлого века пистолет Макарова подвергся новой радикальной модернизации. Боевые качества ПМ повысили за счет усиленного высокоимпульсного патрона. Появление этого патрона было вызвано тем, что возникла необходимость поражать цели, защищенные средствами индивидуальной защиты – бронежилетами. Также требовалось вести огонь из новых пистолетов-пулеметов на дистанции 100-200 метров. Обычный патрон ПМ в этих случаях не обеспечивает кучной и меткой стрельбы. В целях сокращения затрат при проектировании была использована стандартная гильза патрона Макарова, в которой был размещен усиленный заряд пороха, обладающего повышенными энергетическими характеристиками. Внешне оружие отличается от своего прототипа более удобной рукояткой. Пистолет стал прикладистым и удобным для быстрой стрельбы навскидку. Были усилены рамка и затвор. ПММ. Пистолет Макарова модернизированный. Калибр 9 мм. Масса со снаряженным магазином 880 граммов. Длина 16,5 см. Прицельная дальность 50 метров. ПММ снаряжается магазинами двух видов. Первый однорядный, рассчитан на 8 патронов. Второй двухрядный. Его емкость составляет 12 патронов. При этом пистолет может использовать как прежние штатные патроны, так и новые высокоимпульсные. За последние годы создано большое количество версий Макарова. Это служебные и коммерческие, газовые и пневматические, спортивные и травматические пистолеты. Они пользуются заслуженным признанием, так же, как их прародитель, который уже около 60 лет находится на вооружении армии и органов внутренних дел. ПМ стал таким же символом своей эпохи, как револьвер Наган, символом революции. Имя создателя этого пистолета, Николая Федоровича Макарова, стало нарицательным. Кроме СССР и России, пистолет Макарова по лицензии выпускался в Болгарии, Германской Демократической Республике и Китае. Польша, Венгрия и Чехословакия выпускали свои собственные образцы пистолетов на базе ПМ. В Болгарии и Китае пистолет производится до сих пор. ПМ находится на вооружении армии 12 стран мира. В Болгарии и Китае Субтитры создавал DimaTorzok